Хе-хе-хе, всем привет от Кэт. Сегодня я вам хочу показать, продемонстрировать американскую систему питания. В частности, сегодня у нас East Pan Diner. Diner – это такие заведения, можно сказать, которые работают 24 часа в сутки. Они никогда не закрываются. И 24 часа в сутки практически здесь готовится завтрак. Ну, вы понимаете, да? Если кто не знает, я вам расскажу, что завтрак в Америке – это равносильно самоубийству за самым большим шикарным обедом. Жареные яйца, сосиски, беконы, картошка жареная, текущее масло, всё это в масле, кипятится-пузырится. Жареные какие-то сэндвичи, булки, сыры. Настолько это всё колоритно, сыпно и чересчур обработано. Но, тем не менее, американцы это любят. И, повторю, эти заведения находятся по всей Америке и работают 24 часа в сутки. Американцы их очень любят. Я не жалую, но ради того, чтобы вам показать, иду сегодня продемонстрировать. Так, ну что? Здесь у них что? Рекламируется, какие у них сегодня десерты. Чизкейк, Бостон Крим, Калифорния и т.д. и т.п. Здесь всякие развлекалки для детишек. Здесь место ожидания, когда час пик, и очень много людей, и никто не помещается. Ну, а сейчас мы туда зайдём и посмотрим, что там. А здесь вот у нас, пожалуйста, хотите сюда посидеть? Хотите вот туда посидеть? Хотите пройти за столик? Мы, наверное, пройдём за столик и покажем, что мы сегодня будем кушать. Так, а сейчас я вам хочу показать меню. Такое очень даже колоритное, разнообразное. Так, можете видеть такие, какие у нас цены. Очень-очень доступные. Пожалуйста, видите, вот о чём я говорила. Жареные яйца такие, сики, омлет, сэндвичи, всё с беконом, всё с колбасой, с сосиской. Так, пожалуйста, ну афитки здесь. Какие хотите? Ну, единственное, что здесь нет алкоголя. Вот что я вам ещё хочу сказать. Это такой более, знаете, а-ля семейный вариант. И очень такие заведения любят приходить бабушки с дедушками, которые на пенсии сидят и абсолютно уже не готовят. Они гуляют, они радуются своей старческой жизни и транжирят все свои пенсионные бабосы. Вот, и они сюда приходят просто валом валят. Утром здесь всё забито просто от и до. За моей спиной вы можете слышать просто шум и гам. Большая-большая компания престарелых людей. Поверьте мне, просто мне неудобно их снимать. Не хочу никого вводить в конфьюз. Вот такие вот, представляете, да, breakfast specials, которые длятся просто круглые сутки. И не поверите, народ приходит и в 12 ночи, и в 2 ночи, и в 5 утра и едят вот такую вот еду. Я, честно говоря, не знаю, как возможно это всё есть, как возможно вообще функционировать нормально. Но, тем не менее, вот американцы это дело любят и уважают. Сейчас я посмотрю меню, кое-что закажу и потом вам покажу. Так, и вот хочу вам показать, что заказала моя компания, которая не хочет особо принимать участие в видеосъёмках, но зато не возражает по поводу... Потому что именно та стеллашки у вас. Ага, и, конечно, да. Моё эгротическое блюдо они ещё не принесли. Я вам покажу обязательно. Но это традиционно-американский завтрак. Янцы, зеленая сартошка, тост и с беконом. Ну, а это вообще прямо в сковородке. Ча-ча-ча. Опять у нас блинчики, блинчики с маслом и воронь-джусь просто масло. Всегда должен быть. Всё, пока. И в итоге пришла моя еда. Ча-ча-ча. Это называется греческое гуру, гайро. А здесь у нас что? Омлет. Омлет, вот он, омлет. Много-много салатов. Белый-белый соус, который я обожаю и люблю. Кто не знает, это йогурт и огурчик. И потом вот такая вот пита. Ну и, конечно же, домашняя поджаренная картошка. Вот видите, в каких здесь объемов подают. Я это никогда в жизни не съем. Если я съем вот такое вот количество, то это будет хорошо. Я по утрам вообще не могу есть. Сейчас пошла только за компанию. Но хочу вам сказать, что для американцев это абсолютно нормально. Вот такая, посмотрите, да, моя рука, да, и какая здоровая тарелка. Просто необъемных размеров. Для американцев это в порядке вещей. Они едят очень много и очень часто. Я ем очень редко и очень мало. Я уже где-то рассказывала историю, когда я ходила с американками, которые набивались ко мне в подружки на завтраки, на обеды. И я просто не смогла за ними угнаться в таких количествах есть. И они на меня обижались, что я постоянно все оставляла. Я вызывала у них комплекс неполноценности. Они думали, что я постоянно нахожусь на диете. А они все были очень такие тучные, с лишним весом. И, понимаете, это все болезненно как-то они приняли. Но это было совершенно не так. Я никогда на диете не сижу, не сидела. Что такое слово диета, я не знаю. Я с этим словом не дружу. Я просто ем то, что я хочу. Мой организм много не может принимать. Я сама по себе маленькая, хрупенькая, стройненькая от природы. Это просто моя структура такая. Поэтому, не знаю, я могу и тортик скушать, и конфетки, и салатик, и мясо, и что угодно. Но в очень ограниченном количестве. Самое главное, девочки, не переедать, и все будет хорошо. Но американцы этого не понимают. Поэтому сегодня вот такой вот у нас завтрак. Но это, поверьте, только для вас. Только для вас заказала, чтобы вы посмотрели, как здесь происходит. Ну и все. На этом я вам сделаю чеш с кофачком. Кофе черный. Приятного вам аппетита. Живите дружно, живите весело. Я вам желаю всегда всего того, что вы желаете мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.